Лор, очень интересный квест и уникальный артефакт, о котором вы, возможно, не знали. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагир Иван, а тобой канал Мистер Кэт. Начинаем! После просмотра обязательно напишите ваше мнение, стоит ли мне писать такие лорные квесты или нет. Поставьте лайк или дизлайк. Огромное вам спасибо! Мальчики и девочки, подписывайтесь на мою группу ВК, где очень, очень много древних свитков. Ссылочка внизу, подписывайтесь. Ну что, друзья, коллегия Винтерхолда, библиотека Арканиум, и здесь есть очень любопытная книжка под названием «Утраченные легенды Скайрима». Автор – Талсгар Старший, архивариус Винтерхолда. История Скайрима так обширна, что уходит корнями глубже древнейших записей людей и мэров. Немалое наследие погибло в огне войны или оказалось погребено под слоем прошедших веков. Но ничто не остается забытым навечно. В отсутствии записи прошлое открывается перед нами через легенды и народные сказки, складываясь из полузабытых фактов, еще сохранившихся в людской памяти. Из поколения в поколение народ морфово шепотом рассказывает истории о бледной леди, призрачной женщине, бродящей по северным путям в вечном поиске своей потерянной дочери. Некоторые говорят, что она крадет заплутавших детей. Другие, что и сокрушенные рыдания мгновенно убивают всех, кто их услышит. Но за этими историями может таиться крупица истины, ибо в древнейших источниках говорится об Аумриэль, таинственной фигуре, с которой наследники из Грамора сражались десятилетиями, пока наконец не заточили ее. Жители предела рассказывают о Фаулане, Красном Орле, древнем короле, поднявшем свой народ против армии Сиродила и знавшим их огненным мечом. Хотя рассказы отличаются, все они, похоже, основываются на определенных реалиях. В имперских хрониках императрицы Хистры упоминается живший в ту эру предводитель восстания, которые в конце концов зажали в угол и сразили в битве, но при этом погиб целый легион. Однако некоторые истории куда хуже поддаются анализу. В учетной среде, пожалуй, наиболее известна запретная легенда архимага Голдура. На заре первой эры повествует история, жил могущественный волшебник по имени Голдур. Он был мудр, справедлив и хорошо известен при дворах короля Харальда и Ярловской Рима. Его помощи и советы искали как люди, так и мэры. И вот он был убит. Иные говорят, что его убил один из сыновей. Другие же, что это произошло по воле короля Харальда, позавидовавшегося могуществу волшебника. Но три сына Голдура скрылись ночи, и во след им погнал лучший отряд воинов Харальда, вместе с лордом Гейрмундом, лучшим боевым магом короля. То была великая погоня, простиравшаяся от пустынных просторов предела до покрытого льдами с севера. Согласно рассказам, один из братьев погиб на развалинах Фолгунтура у подножия Селитюда. Затем настигли и остальных. И когда все завершилось, король Харальд приказал уничтожить любые записи об их убийстве. И вычеркнул имя Голдура из аналов истории. И по сей день остается лишь пара источников этой легенды. И ни один из бардов не поведает вам ее. Но, быть может, истина еще ждет нас в каких-нибудь древних руинах. И нам предстоит до нее докопаться, ибо ничто не остается забытым навечно. В этой книге, друзья, в этой книге сразу три очень интересных лорных квеста. И мы сейчас один пройдем. Первый сын был убит у подножия Селитюда. Возле Фолгунтура. Здесь есть небольшой лагерь. И дневник. Дневник Дайнаса Валена. Часть первая. 18-й день месяца утраченной звезды. 4-я эра, 2001-й год. Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые слушал легенду о Голдуре? 80? 100? Теперь я уже не могу думать ни о чем ином. Я близок к цели. После многих лет поисков, я наконец-то установил, что костяной коготь находится у коллекционера в Бравилле. Вау, это же The Elder Scrolls Oblivion. Бравилл это город в Сиродиле. Его смерть была неизбежна, но теперь коготь у меня. Наконец он у меня. 22-й день. 3 дня бесконечной скачки. Я добрался до Анвилла. Это тоже город Сиродила. Раньше своих преследователей и сел на борт бегущего по льду, держащего курс в Салитьют. 29-й день. Остальные пассажиры становятся подозрительными. Возвращаясь с обеда, я застал в своей каюте какого-то мужлана, который копался в моих вещах. Он едва не нашел коготь. Я бы с него шкуру содрал, если бы не мешался капитан. Я надеялся провести свое плавание, заперевшись в каюте, пересматривая свои записи и подготавливая заклинания. Но мне нужно немного отвлечь от себя внимание, смешаться с толпой, притвориться очередным мелким магом на время. Второй день месяца восхода солнца. Мужлан утверждает, что он искатель приключения и со своими напарниками направляется искать удачу в скайримовских руинах. Возможно, я мог бы обратить это себе на пользу и использовать их как живой щит против ловушек и драуров в захоронениях. Я вижу жадность в его глазах. Да, это должно сработать. Капитан говорит, что до слетюда осталось три недели. Если мне придется терпеть этих идиотов, дольше я брошусь в плавь. 27 день месяца восхода солнца. Взяв с собой мужлана и его напарников, я повел наш отряд через ТОП Фолгунтур, где мы разбили лагерь и заночевали. Ага, ну где мы сейчас, где я нашел дневник. Со времен моей последней экспедиции 10 лет назад тут мало что изменилось, но на этот раз у меня есть коготь и амулет тоже будет у меня. Я всю ночь готовил конспект своих записей на случай, если для преодоления преград в захоронениях пригодится какой-нибудь фрагмент повести или что-либо из древних преданий. Затем я бросил все свои книги и свитки в огонь и труд всей моей жизни обратился в пепел. Решающий день наконец-то наступил. Если мне не удастся найти амулет, то никому не удастся. Хм, он все спалил, но кроме этого дневника. Хе-хе, как-то странно. Ладненько, пойдемте в руины. Очень, очень много, друзья, здесь Драугров. Проходим немножечко дальше и находим Дайнаса Валена убитым. Все-таки он так и не раскрыл тайну всей его жизни. У него драконий когуть мы забираем и читаем второй его дневник. Как обобщить исследования всей жизни? Как малость того, что я узнал, имеет сейчас значение? Жалкая политическая возня древних времен. Вековая кампания по уничтожению любого упоминания имени Голдура. Я не знаю, что ждет нас в Фулгунтере. И потому решил записать всю правду об этой истории, насколько мне удалось ее узнать. В начальные годы первой эры Архимаг Голдур пользовался почетом по всему северу. Мудрость, богатство, признание и власть. Все было у него. И сами наследники из Грамора искали его совета. Изнывая в отцовой тени, три сына Голдура исполняли жестокостью и обидой. Они жаждали могущества и славы их отца. И в итоге Юрик, старший сыновей, нашел источник всего этого. Таинственный амулет, с которым отец никогда не расставался. Сыновья сговорились убить своего отца, когда тот заснет, и разделить амулет между собой. Так и было. Сделано. Поглощенные своим новообретенным могуществом, братья опустошали окрестные деревни. Побойще достигло таких размеров, что сам Верховный Король решил вмешаться и послал против братьев отряд боевых магов во главе с Архимагом Гейрмундом. И после ужасной битвы, Троица бежала с поля боя. Микрола, младшего из братьев, нагнали в Фолгунторе, это кстати и в этой храмнице, древнем кургане у подножия Солитьюда. И хотя он бился три дня и три ночи, в конце концов его одолели. И там же передали земле. И заперли его в склеп костяным когтям. Когтям, сделанной из бивня мамонта. Гейрмунд преследовал Урика до разрушенных крипт Сартала, уже тогда наполовину погребенных под землю. Десять могущественных волшебников пали от стихийной магии и Урика. Но и он не смог противостоять им всем сразу. Он также пал и был заключен в руинах города. И наконец Сигдиса окружили у южной границы Скайрима. Он вызвал лорда Гейрмунда на дуэль, зная, что честь обязывала того принять вызов. И они сошлись в битве. Каждый не уступал друг другу в силе. И оба пали на поле вблизь Айварстеда. Верховный король поведал воздвинуть Гейрмунду гробницу на озере, что по сей день носит его имя. И заключил Сигдиса там же, под вечной охраной того, кто сразил его. Самого же Голдура захоронили в пещере недалеко от того места, где стояла его башня. В местности под названием Озерный Утес. И когда с этим было покончено, король Харальд издал указ. Имя и деяния Голдура, его сыновей, надлежит вычеркнуть и всех документов, и всех летописей. Под страхом смерти запрещалось упоминать о них, дабы никто более не попытался достать амулет, который запрятали такой ценой. Так и было сделано. Но все же кое-что дошло через века. И этого было достаточно. Прошли 4000 лет. Игромницы до сих пор заперты. Фрагменты амулета Голдура находятся внутри них. С того самого дня, как я впервые услышал о нем, я чувствовал его силу, зовущую меня, влекущую. Я тот, кто заберет его, восстановит и явит вновь этому миру. Я должен заполучить его. Должен. Друзья, так он и не заполучил. Ага. Это коготь из бивня мамонта, а мы идем дальше. И первая гробница, и младший сын. Микрол. Получай! Готов. Как прикольно, гробы повзрывались. Ну что, друзья, у него забираем часть амулета Голдура. Вот этот амулет. Печать. Здесь остается микрол. Убийца и предатель. Да, он убийца и предатель. И уникальный клинок. Черный клинок Голдура. Поглощение действий не здоровья. Для ранних уровней, друзья, очень, очень неплохо. Ладненько, едем дальше. В Саартале по главному квесту коллеги Винтерхолд мы находим старшего сына Юрика. Давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же. Эпичненько. У него забираем часть амулета Голдура. Печать. Здесь оставайся. Юрик убийца и предатель. Да. И, друзья, обязательно заберите его уникальный посох. Посох. Посох Юрика наносит 25 единиц урона и отнимает вдвое больше единиц магии. И недалеко от Айварсты, да, друзья. Последний средний сын. Лучник. Сигдис. Ой-ой-ой. Воу. Он создает копии, так что будьте осторожны. Часть амулета Голдура увеличит запас сил на 30 единиц. Так же печать здесь. Оставайся, Сигдис, убийца и предатель. И черный лук Голдура. Поглощение 15 единиц магии. Забираем. И отправляемся в озерный утес. Черт, я помню, друзья. Я помню, как я пришел сюда в первый раз. Увидел коготь и думаю, ой, класс, знаете, руины. Сразу сейчас пройду уже, коготь, дверь, все. Но там есть еще одна дверь, так что сразу вы сюда не попадете. Искатель приключений. Не тот ли это искатель, друзья, кто плыл с нашим волшебником? И у него утрачены легенды Скайрима. Тут, кстати, тоже можно взять этот квест. И усиленная броня. Древний указ, где говорится, что не суйся сюда и идем к гробнице. Гробница Голдура, друзья. Теперь мы должны сковать амулет заново. Раз, два, три. Но, друзья, мы опять, опять должны сразиться по очереди с его сыновьями. И последний. Иди сюда! Эпичное добивание. Все. Все повешены. Вау. Вот это да. Да, друзья, вот сам Голдур. И что? Что-то кастует? И все. Амулет Голдура скован, друзья. Вот он. Знаете, так висит, как будто это бритва. Помните? Она тоже так в воздухе. Забрали. И давайте на него посмотрим. Амулет Голдура. Амулет Голдура. Ваше здоровье, магия и запас сил увеличится на 30 единиц. Ого, как круто, друзья. Да, я его с удовольствием. Да, я его с удовольствием одеваю. И есть еще секрет. Голдур. У него, друзья, 400 монет. Не пропустите. Не забудьте. Так вы знаете, скелетик. И еще. Еще открывается один тайник. Уровневый тайник. Вот этот сундучок. С очень крутым лоутом, друзья. Ладненько. Надеюсь, вам понравился. Это лордный, очень крутой квест. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Еще очень много всего увидите. До выхода The Elder Scrolls 6. Пока, друзья.